Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. Мы продолжаем читать самую удивительную, самую загадочную книгу, священного писания «Песнь песней». Книгу, в которой нет упоминаний о Боге, прямых упоминаний, нету пророков, чудес, предсказаний, наставлений, заповедей, а есть лирическая поэзия, поэзия о любви. Сегодня мы читаем четвертую главу, читаем в переводе «Российского библейского общества». Этот перевод выполнен Яковом Эделькиндом. И вот четвертая глава начинается с описания невесты, с описания героини, описания вот лица влюбленного в нее жениха. «Как ты красива, любимая, как ты красива! Твои глаза словно голубки за твоим покрывалом, твои волосы как стадо коз, что сбегают по склонам голода, твои зубы словно стадо отборных овец, что выходят из воды после купания. У каждой близнецы ягнята, ни один не пропал у матери, как алая тесьма твои губы, и язык твой прекрасен, как половинка граната твоя щека за твоим покрывалом, как Давидова башня твоя шия, башня каменной кладки, тысяча щитов висит на ней, колчаны множества воинов, твои груди, как два олененка, словно двойня газели, среди лилей они пасутся, пока день не повеет прохладой, пока не скроются тени. Пойду на мировый холм, на Ладановую гору, любимая, ты вся красива, изъяна нет у тебя». Вот такое необычное, непривычное для нас, для современных людей, описание красоты этой девушки, этой героини. Семь сравнений. В основном сравнивается она с разными реалиями природы, в мир дикой природы, как бы в центр помещены сравнения, которые связаны с жизнью и деятельностью человека, домашние животные. От сравнений более реалистических, мы можем себе представить какой-то реальный пейзаж, автор восходит к сравнениям более фантастическим, это уже греза, потому что не может быть буквально мирового холма или Ладановой горы, горы сделанной из Ладана, или холма сделанного из мира. И вот все эти сравнения, они даны, чтобы описать красоту, чистоту, целомудрие, неприступность этой невесты. Как ты красива, любимая, как ты красива. Вот это восхищенное восклицание начинает вот эту часть текста и заканчивает тоже в седьмом стихе, мы читаем, любимая, ты вся красива, изъяна нет у тебя, твои глаза словно голубки за твоим покрывалом. Что за покрывало? Ну, мы знаем, что на Востоке женщины одеваются так, что лица практически не видно, тем не менее, вот из-под этого покрывала, может быть, речь идет о свадебной фате, все-таки это вот такая свадебная поэзия, здесь много упоминается реалий, связанных со свадьбой, может быть, это свадебная фата, вот из-под этого покрывала любимый прозревает, он не видит полностью, не видит хорошо, но прозревает глаза своей возлюбленной. И они красивы словно голубки. Голубь — это символ мира, символ целомудрия, символ Духа Святого, символ милости Божьей. И вот со всем этим сравнивает возлюбленный то, что он вот сквозь покрывало, вот не очень четко, но все-таки видит в глазах своей возлюбленной. Мир, чистота, целомудрие, веяние Духа Святого. Твои волосы как стадо коз, что сбегают по склонам Галаада. Козы, как правило, были черного цвета в Палестине. И вот сравниваются струящиеся волосы, красивые волосы. Это красота девушки, так вот всегда считалось на Востоке. Ну и до сегодняшнего дня вот очень значительная часть образа женщины, девушки, это ее прическа, это ее волосы. И вот у нее черные волосы, которые вот так же, как козы игриво, прыгают, сбегают с этих горных уступов, так же волосы вот стекают, струятся по ее телу. Твои зубы словно стадо отборных овец, что выходят из воды после купания, козы черные. Вот в Евангелии Господь рассказывает притчу о страшном суде, как в последний день Господь поставит одних людей справа от себя, как овец из своего стада, а овчий двор с овчим двором сравнивается Царствие Божие, и Господь про себя говорит, я есен пастырь добрый, овцы знают меня, вот овцы белого цвета, а козы, они, как правило, были черного цвета, и козлища будут стоять слева, им будет сказано, идите от меня проклятие в огонь вечный, потому что вы не накормили голодного, не одели, нуждающегося в этом, не приутили странника, не посетили человека в тюрьме или в больнице, и вот здесь тоже козы черный цвет, это вот волосы, которые вьются и украшают девушку, а зубы сравниваются с овцами, овечки белые, стадо отборных овец, значит, зубы все белые, ровные, все на месте, выходят из воды после купания, у каждой близнецы ягнята ни один не пропал у матери, одновременно зубы похожи на самих овечек, вот этих белых, ровных, и сравниваются они также и с ягнятами, с маленькими овечками, которые родились, там они парные, это вот показывает красоту, и кроме того, это символ плодовитости, что эти зубы не просто так зря находятся, что она пользуется ими, может быть, для того, чтобы произносить какие-то речи, и дальше продолжаются эти сравнения, как ага тесьма твои губы, язык твой прекрасен, как половинка граната твоя щека за твоим покрывалом, вот то же самое покрывало вспоминается, скорее всего, здесь речь идет о свадебной фате, и вот из-под этого покрывала вот он видел глаза, а теперь видит, вглядывался в глаза вначале, а теперь видит все лицо ее, как Давидова башня твоя шея, башня каменной кладки, тысяча щитов висит на ней, колчаны множества воинов, ну, с одной стороны, речь идет о некой неприступности, она не готова быть с кем-то по просьбе этого человека, она будет отдана тому, кому она сама захочет в день свадьбы, и с другой стороны, может быть, здесь как бы игриво говорится о множестве украшений каких-то, которыми она себя украсила, вот, тысяча щитов висит на шее колчана множество воинов, твои груди, как два олененка, словно двойня газели, среди лилии они пасутся, пока день не повеет прохладой, пока не скроются тени, пойду на мировый холм, на ладановую гору, мира и ладан, это благовоние, которые не произрастали в святой земле, их привозили, это были очень дорогие, драгоценные вещества, и вот такое поэтическое, очень яркое описание, оно постепенно восходит к такому вот как бы уже совершенно фантастическому, волшебному обещанию, целая гора прекрасного, дорогого благовония, вот с чем можно сравнить от тебя, пойду на мировый холм, на ладан новую гору, любимая, ты вся красива, изъяна нет у тебя, и вот если аллегорически толковать, а мы говорили, что существует множество аллегорических толкований книги, песен, песней, часто говорится о том, что невеста это церковь, а жених это Христос, невеста это душа человеческая, а жених это Бог, и вот здесь мы видим, как Бог или как Христос взирает на свою возлюбленную, на душу или на церковь, взирает с любовью, как он видит красоту, которая есть в душе человека, обычно когда мы смотрим на кого-то рядом с собой, то мы видим поверхность, мы видим очень часто прежде всего недостатки, изъяны, а Господь видит в нас то самое прекрасное, самое драгоценное, что есть в душе каждого человека, каждая душа создана по образу и подобию Божию, каждая душа как бы безгранична, потому что сам Бог может входить в душу человека, Господь создал человека великим существом, и да, на поверхности мы и грешные, и падаем, и искажаем вот ту святыню, которая в нас есть, но где-то в глубине вот есть источник чистой воды, и Господь видит вот эту красоту человеческой души, ты красива, изъяна нет у тебя, любовь покрывает множество грехов, мы-то знаем, что есть в нас множество разных изъянов, но любящий взгляд видит не изъяна, а видит красоту, нет у тебя изъяна, так говорит любовь. Ко мне с Ливана невеста, ко мне с Ливана приди, взгляни с оманской вершины, с вершин Хермона, Синира, примчи с логово Львов, по горным тропам пантер. Только что говорилось про Ладановую гору, и теперь говорится приди ко мне с Ливана, разные слова Ливана, Ладана, но они похожи, созвучны даже в русском языке, вообще в книге песнь песней, очень много из такого, что мы, к сожалению, в переводе уже не можем воспринять, потому что очень много в этой книге игры слов, игры созвучий, игры звуков, ритма, все то, что должно быть в поэзии, песни, песни это совершеннейшая поэзия, множество подтекстов, множество смыслов в каждой строке этой книги. И вот чуть-чуть вот здесь мы видим Ладан, Ливан, только что невеста сравнивалась Ладановой горой, а теперь он говорит, приди ко мне с Ливаном, примчись из логова львов, по горным тропам пантер, ты пленила мое сердце, невеста, сестра моя, первым же взглядом пленила, лишь одной цепочкой на шею. Жених призывает свою возлюбленную, зовет ее, я твой пленник, приди ко мне. И мы отчасти понимаем, как человек может любить Бога, как душа человеческая может стремиться к Богу, тянуться к Богу, какой-то опыт этого у многих из нас есть, как радуется душа, соприкоснувшись с божественной благодатью. Но здесь мы читаем в этой главе о том, как Бог любит человека, о том, как Бог отзывается на свое собственное творение, на ту красоту, которую Он заложил в нас, внутри нас. Он призывает, приди ко мне. И вот это откровение, это и делает эту книгу библейской, это и есть та причина, по которой эта книга помещена в священное Писание. Здесь, как и в других книгах Писания, говорится о том, что Бог любит человека. Бог Сам есть любовь. Бог воплотился, жил среди нас, умер, для того, чтобы изъявить, показать нам эту любовь. Само Слово Божие умолкло на кресте, потому что нет таких слов, которые могут выразить любовь божественную к человеку. В Нидево святилище страданий Христовых что ты увидишь там? Ничего, кроме одной только любви Божьей. Вот так говорит святитель Филарет Московский о распятии. Если бы у Бога было что более драгоценное, чем сын, и то отдал бы он для того, чтобы спасти род человеческий. Но нет ничего более драгоценного, и Господь отдает сына своего, чтобы мы были спасены. Почему? Потому что он пленен красотой человеческой души, он любит нас. Первым же взглядом ты пленил у меня невеста, лишь одной цепочкой на шее. Действительно, человек ничего особенного не сделал, наоборот, падает, грешит, отступается, предает, но только взгляд, никакое не действие, только вот то, что ты есть, уже достаточно для того, чтобы Бог тебя полюбил. Продолжается воспевание невесты. Как красиво твои груди, невеста, сестра моя, как сладкие ласки твои, слаще вина твоей груди, запах масел твоих прекрасней всех благовоний, паток и текут твои губы, невеста. Мед и молоко под языком у тебя, запах твоего платья, словно запах ливанского масла. С такой любовью так красиво описывается невеста. Конечно, это именно слова любви, это не слова какого-то сухого описания, а любовь может быть выражена только поэтическим образом. И вот через такие необычные сравнения выражается паток и текут твои губы, невеста, мед и молоко под языком у тебя. Мед и молоко это символ райского изобилия, это символ полноты тех даров, которые Бог может дать человеку. изобилия, еврейский народ шел в землю обетованную, в Израиль, туда, где Господь благословил поселиться еврейскому народу, так как говорилось, мы идем туда, где мед и молоко текут. И вот Бог, вглядываясь в человеческую душу, говорит, мед и молоко истекают, у тебя есть вся полнота, я все дал тебе, ты сама душа, есть земля обетованная, царствие Божие внутрь вас есть, скажет Господь в Евангелии, внутри вас царствие Божие, такая полнота даров тебе, раскрой их, поделись ими, актуализируй их, говоря более таким современным и чуть более научным языком, пусть они станут твоей жизнью, пусть они не будут спрятаны в тебе эти дары, эти таланты, не закапывай их, невеста, сестра моя, запертый сад, дверь закрытая, родник запечатанный, среди ветвей твоих заповедный сад, там гранаты и прекрасные плоды, там хна и нарт, там нарт и шафран, имбирь и корица, все лавандовые деревья, мира и алоя, все лучшие благовония, посреди садов родник, колодец со свежей водой, потоки слива набегущие, северный ветер, проснись, южный ветер, приди, подуй на мой сад, пусть текут благовония. Вот так говорит Господь, обращаясь к душе человека, так говорит влюбленный, обращаясь к невесте, ты как запертый сад, откройся, говорит Господь душе, те дары, которые я дал тебе, приумножь, пусти их в рост, делись этим с другими людьми, будь моей, говорит влюбленный, своей влюбленной, своей возлюбленной, я чувствую в тебе такую красоту, я готов служить тебе, готов жить и умереть ради тебя. И вот на все эти слова откликается невеста, пусть милый придет в свой сад, пусть поест его прекрасных плодов, она соглашается с тем, что она представляет из себя такой прекрасный сад, соглашается с тем, какое богатство внутри, и открывается, да, приди. И вот если вновь вернуться к аллегорическому толкованию, Господь говорит, я стою у двери и стучу, так же, как этот влюбленный, Господь стучит у дверей нашего сердца очень деликатно, не нарушая свободу человека. И вот душа в какой-то момент открывается и говорит, пусть милый придет в свой сад, пусть поест его прекрасных плодов. Возникает такая взаимность. И вот на этом кончается четвертая глава этой удивительной книги, а видео это мы записывали для библейского портала Экзегет.